Создание зоны свободной торговли в бакинском поселке Алят позволит увеличить транспортные перевозки через Азербайджан. Поэтому для скорейшего запуска зоны должна быть создана ее юридическая база. Об этом в интервью телеканалу CBC заявил азербайджанский парламентарий, эксперт в области экономики Алима Семли. По его словам, будут продолжены обсуждения, связанные с этим законопроектом, принятым в первом чтении заседания парламента Азербайджана. Депутат отметил, что данный процесс задерживать нельзя. Предполагается внесение в законопроект мелких поправок. Это не отнимет много времени. На мой взгляд, в законопроекте отражены основные параметры, выражающие его суть. Однако есть необходимость в некоторых дополнениях, которые необходимо осуществить согласно закону о нормативно-правовых актах. По мнению эксперта, после принятия первого закона о свободной экономической зоне, также возникнет необходимость о подготовке новых важных документов. Именно поэтому нельзя сдерживать данный процесс. Экономическая зона Аляд будет создана на территории находящегося в поселке Нового морского порта. Здесь будет осуществляться сортировка, обработка и упаковка грузов, провозимых через Азербайджан. Законопроект предусматривает налоговые льготы для предпринимателей, функционирующих в данной зоне. Среди основных целей создания зоны – создать дополнительный стимул к осуществлению грузоперевозок через территорию Азербайджана. С целью обеспечения максимального использования преимуществ Азербайджана, расположенного на пересечении транспортных коридоров. В 2015 году по указу главы Азербайджанского государства был создан Координационный совет по транзитным грузоперевозкам. С момента нашего создания по сегодняшний день одной из приоритетных для нас областей является популяризация в мировом масштабе проходящих через Азербайджан транспортных коридоров. С этой целью в 2016-2017 годах по инициативе Координационного совета по транзитным грузоперевозкам в Вашингтоне, Берлине, Вене и Пекине были проведены форумы, посвященные преимуществам транскаспийского международного транспортного коридора. На данных форумах была дана информация о сравнительных преимуществах коридора Восток-Запад, а также информация о транзитном потенциале Азербайджана. Статистика по грузоперевозкам говорит о том, каких результатов удалось достичь в результате осуществленных мер. Так, в прошлом году через Азербайджан было доставлено 10 миллионов 400 тысяч тонн транзитных грузов. Эта цифра по сравнению с 2016 годом выросла на 16%. Эксперты прогнозируют еще большее увеличение грузоперевозок в этом году. С учетом начала функционирования железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также ожидаемого завершения в первой половине 2018 года первого этапа работ по строительству в порту Алят.